Здравствуйте! Всем привет из Новосибирска! С вами Лариса. Сегодня я хочу испечь сметанное печенье. Оно будет со сметаной, оно как песочное. Для этого нам понадобится сливочное мягкое масло. Вот оно лежит уже у меня в тепле, должно уже быть мягенькое. 100 грамм. Дальше у нас идет 2 яйца, чуть поменьше пол чайной ложки соды, 1 щепотка соли, сахар по вкусу, ну по рецепту идет грамм 200. Там смотрите сами. Ну ванильный сахар это тоже если любите, я буду использовать ванилин, я люблю. 1 стакана 3-4 муки, так и сметана у нас будет, так сметаны 4 столовых ложки я возьму отсюда. Ну и в общем все. Будем замешивать сейчас тесто, раскатывать и вырезать формочками. Все и выпекать. Ну что, начинаем замешивать наше тесто. Вот мое масло, 100 грамм. Сюда сейчас высыпаем ванильный сахар, пакетик. Сюда же просто сахар, сколько запланировали. Все, сейчас будем все это разминать. Сюда же особено. Сюда же просто сахар, сколько запланировали. Сюда же просто сахар, пакетик, как вовсе ванильный сахар, пакетик. Сюда же просто сахар, пакетик. Вот, я могу запланировать наше тесто. так теперь сюда мы добавляем нашу сметанку 4 столовых ложки сметаны у нас сметана у меня жидкая у меня была 10 процентная жидковатая сметана для стрип не пойдет так и сюда же высыпаем у нас пол чайной ложки соды так соду высыпаем и соль у нас одна щепотка соли сюда же высыпаем нашу соль все пока все мы это перемешиваем так теперь сюда мы два яйца наши сейчас немножко взобьем и сюда и опять также мы все все перемешиваем останется только замешивать у нас теперь муку потому что остальное мы все добавили все что нам надо было теперь хорошо все это взобьем и будем добавлять муку помаленьку у меня разделена на стакан и 1 2 3 4 стакана каждый отдельно помаленьку будем добавлять и замешивать тесто тесто должно быть не липкая эластичная так ну что первый стакан мы сейчас будем высыпать вот наш первый стакан наши муки все замешиваем и 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 смело кидаем потому что еще видно что все жидко а уже все это после третьего уже там надо внимательно помаленьку третье я думаю легко войдет тоже потому что еще очень липко все тут уже на глаз смотрите уже видать когда можно вручную начинать замешивать пока еще все липкое видите все как листер так еще один стакан это третий пошел стаканчик также а на четвертом это будем смотреть может конечно войдет и четвертый и пятый будет то что все время по разному надо уже там на последних стаканчиках уже совсем смотреть вот у меня добавка 4 стакан а там уже будем смотреть как будет до 4 войдет я думаю легко потому что совершенно еще липкое тесто руками я еще ничего не смогу сделать еще рано ведь она совсем еще липкая значит четвертый стакан половину сделаю там еще посмотрю так так сейчас вот этот остаток скорее всего высыплю и буду вручную уже все замешивать ну вот я высыпала эти стаканчики один запас добавила сейчас пока будем замешивать вот на четырех а там я посмотрю если надо будет я добавлю если надо будет я добавлю тут уже в конце не буду просеивать подбавлять буду уже так это уже остаток совсем еще липнет липнет Продолжение следует... Ну, в общем, все. Вот пятый стакан совсем чуть-чуть вошел. Я чувствую, что тесто уже готовое. Сейчас его полностью доделаю. Мешочек положу и уберу в холодильник, чтобы оно отдыхало немножко, минут 15-20. Тесту всегда нужно отдохнуть чуть-чуть. Перед тем, как его начинать раскатывать, запекать, ему нужно передохнуть. Ну вот, тесто мое готово. Сейчас мешочек возьму. Ну, все, тесто готово. Наше эластичное, хорошее тесто. Вот мешочек. Сейчас. И все. И в холодильник минут на 15-20. Пусть отдохнет, а потом продолжим. Ну, все. Достала одну часть теста. Разделила на три части. Буду порционно делать. Сейчас раскатаю тоненько где-то. 0,4-0,5 миллиметра. Где-то с полсантиметра. И буду вырезать. Печку включила. Будем выпекать 190 градусов. Ну, не знаю, но минут 7 где-то должно выпекаться. Они быстро выпекаются. Ну, в общем, все. Так, теперь берем вот наши формочки. Какие есть? Такие берем. Будем вырезать. Сейчас все аккуратненько. Ставлю форму, а потом буду уже поднимать тесто. Такие подготовила, те и буду. Разные формочки у меня. Какие есть, такие использую. Тут и елочка у меня есть. И вот медвежонок. Сердце есть. Так, формочки убирали. Лишнее тесто уже убрала. Вот получились у меня такие печенюшечки. Всякие разные. Ну, вот, например. Вот, смотрите. Петушок. Золотой гребешок. Дальше у меня печенька. Медвежонок будет. Потом у меня вот елочка есть. Вот она. Ну, и разные тут. Вот слоненок есть. Смотрите, прям с хоботочком. Зайчик есть. Цветочки, бабочка. Вот мне нравится. У меня формочка. Вот бабочка. Звездочка. Как всегда, вот звезда. В общем, всякие разные. Сейчас уберу на лист и буду дальше вырезать. Так, дальше будем опять, как и есть. Насколько хватит теста, получится много. То, что раскатывается тоненько. И прям прилично будет печенюшек. Так, и вот эту. Нет, это мало. Вот медвежонка еще одного. Вот так вот. Ну вот, один лист полностью у меня получился. Вот смотрите, всякие разные. Печку я включила 190 градусов. И выпекать надо буквально минуты. Поставлю на 6 минут, а там посмотрю, может хватит. В общем, 6-7 минут. Больше не надо. Ну, может быть, 8. Это край. Все, будем выпекать. Печка у меня уже горячая. Вот я испекла. Сейчас я уберу. И еще сюда сделаю печенье. Печенья получается много. Уже второй лист запекается. Сейчас еще сюда сделаю. Ну вот, печенье все испекла. Смотрите, сколько много получилось. Вот полный поднос. Вот тоже. Здесь посыпала сахарной пудрой. Здесь просто положила. Вот сделала две печенюшки. Сейчас мы попробуем. Давайте разломаем. Вот песочное печенье. Хорошо очень ломается. Такое мягкое, чуть хрустящее. Не сухое совершенно. Я сильно тонко не раскатывала. Где-то полсантиметра. Поэтому они такие хорошие. Очень вкусные. Ну, прелесть. Получилось очень много. Вот схожу к внукам. Угощу их. Завтра поеду. Ну все. Всем приятного аппетита. Кому понравился этот рецепт, пожалуйста, стряпайте. Легко делается. Получается очень много. У меня формочек много. Поэтому я сделала очень разнообразные печенюшки. Всякие разные. И маленькие, большие. Какие хотите. У меня очень много вариантов получилось. Но чатам моим понравится. Смотрите мои свежие видео с новыми рецептами на YouTube канале. Всем счастья, здоровья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok